Швотов и готов! Хорошей недели! Мы, извините за опоздание по техническим причинам, мы находимся в 60-м уроке по книге Мишли, в главе номер 8, предложение в районе 21-го предложения. Но поскольку начинать с 21-го очень тяжело, это самый конец Иньяна, то прочитаем хотя бы по-русски там 2-3 предложения. «Богатство и почёт со мной, достояние возрастающее и правда» это всё говорит хохма, то есть мудрость Торы. «Плод мой лучше золота, чистого золота, и продукты лучше отборного серебра. Я хожу по путям правды, по стыдям правосудия, чтобы дать в наследство любящие меня, есть у меня добро, и сокровищницы их наполню». Это я по-русски прочитал несколько предложений, и на самом деле разбирать нам надо, начиная с 21-го предложения, и это предложение такое очень своеобразное, нелёгкое предложение, но это ещё не вечер, дальше будет значительно хуже. «Предложение номер 21 звучит на иврите так» «Леангиль о гавай ешь, вот с ратейгом эмале». Дословный перевод. «Чтобы дать наследство тем, кого я люблю, понятие ешь, и наполнить их сокровищницам». Это дословный перевод. Я уже забыл, как он по-русски перевёл, но как-то явно не так. «Чтобы дать наследство любящим меня, есть, и в скобках мне написано, у меня добро, и сокровищницы их наполню». Но дословный перевод, что я хочу дать тем, кто меня любит, понятие ешь, понятие есть, и тем их сокровищницы я наполню. Говорит Мальбим, начнём с Мальбима. Он говорит. «Аниму хан лаатхиль ата гавай давар ешь». Я готов для того, чтобы передать наследство тем, кто меня любит, не того, кого я люблю, а кто меня любит. Я хочу дать понятие ешь в наследство. Имеется в виду. «При циткатам, плоды их праведности, шаасхут ешна в Мациюр». Что этот схут, это право, оно существует в Мациюте. «Вьет смат ахин скар циткатам». Поскольку заслуги этих людей, они существуют. Есть слово ешь, он переводит, как «существует». Поскольку это уже существует, то это приготовит скар, награду за их праведность. Потому что «прима алэлегам яхлу», плоды своих трудов они будут кушать. «Вэскаразе» и это скар, который существует. Это «давар ешь ва каям», это то, что существует. «Вьешнам и циютамити». И это, у него есть настоящее существование. «Локи гевле алам шегем эфис выхуд смезе». Не только, не то, как «гевель». «Гевель» – это «гевель гевелима вар кагелис». Это переводят обычно, как «суета, сует», сказал Кагелет. Начало с книги Кагелет. И вот «гевле алам» – это вот такая суета этого мира, которая является пустотой. То, что мы видим в этом мире, это пусто, это ничего. А мы говорим про то, что существует на самом деле. И кроме этого, от «саратейгам и малэ», сокровищницы их я наполню. Кроме того, что, того ешь, того, что существует, которое по закону, по мишпату им готово, кроме этого, они получат ещё дополнительные подарки, очень дорогие, посредством «дздока» и «льона», верхней «дздоки». Это комментарий, который даёт Мальбин. Гаон Мивильна даёт немножко более такой комментарий. Но на самом деле всё будет очень похоже. Лаанхила Габэйеш пишет Гаон Мивильна. Пируш. Что этот мир не равен аламаба двумя вещами. Есть две вещи, которые отличают аламазэ от аламаба. Первая вещь. Одна. Он – пустота, он – суета, и в нём ничего существенного нет. Ничего в нём на самом деле просто нет. Как написано в каком-то примере. Внеадамах лифитад гаеш бейнаеш. То есть люди, которые меняют то, что есть, на то, чего нет. Но Гаон пишет не на то, что нет, а на то, что нет, есть дословно. То есть меняется на то, что существует, на то, что не существует. Ваамрим амэйнаеш шуеш. И не говорят про то, что не существует, что это существует. Это первое отличие, которое есть. Аламаба – это настоящий мир, а то, что мы видим, это гэвиль вэйнаеш. Шини. Второе. Аламазэ он авер кёв парэх. Он уходит, как птица, которая летит. Но аламаба – грядущий мир. Он не цхи, он постоянный, он вечный. Он существует на века и на веки веков. И это называется лэганхиль. Слово «неанхиль» я перевёл, как передать в наследство, дать как нахала, как удел. Имеется в виду, это нахала лаалам. Лэганхиль переводит Гаон как передать наследство навсегда, напостоянно. И слово «еш» – это тоже мир, который есть, и он только тем, кто меня любит. Это первая часть, поскольку. Вторая. Сокровищницы ваши я наполню. Оно относится не к агаве, а к ере. Поэтому я перевёл начало тех, кто любит меня, а не тех, кого я любит. И тот другой перевод верный, он дополняет один другой. А ацратегам сокровищницы я наполню. Это относится не к процессу агава, а к процессу ира, боязни Всевышнего. Об этом сказано. Где это сказано? Это сказано в книге Ишаягу. И так приводит комментарий Гаон Мивильна в Адерет Ильягу на книгу Берейшеса. Он говорит, что боязнь Всевышнего – это оцар. Это слово «лацар» – это, в принципе, собирать, собрание. Но обычно переводится как «сокровищница», то место, где собираются сокровища. Понятие «ирадвияшем» – это и есть его оцар, это и есть его сокровищница. И потому что «эйн лом и грамма клум». Сейчас. В этой сокровищнице от самого человека нет ничего. Вся деятельность человека – это пустота на самом деле. Гэвил гавалим амвар кагэлот. Но теми действиями, которые я совершаю в этом мире, я не сам наполняю свою сокровищницу. Я делаю действия, с помощью которых эта сокровищница наполняет Всевышний. Поэтому сказано я его, я её напомню. И это сказано об «дахт хадарим и малэ», что посредством атрибута «дахт» будет наполнено все хадарим, все, что существует в доме. Мы говорили, что хохма – это план, как бы самый начальный план, нулевая точка отсчёта. Бина – это план строения дома, и бина – это байт – дом. А дом наполняется олидой «дахт», мы это говорили в прошлый раз, посредством понятия «дахт» – это то, что наполняет всё строение. Теперь мы к этому, может быть, ещё вернёмся. Гаун не закончил свой комментарий. Дальше он курсивом приводит комментарии более сложные. Но для того, чтобы немножечко пояснить, есть «мешна». Очень известная «мешна» в трактате «Уксен». «Уксен» – это последний трактат «мешнаэс», который существует в шашасе «дре мешна». И вот в «седре тагород» есть такая «мешна», это последняя «мешна», которая заканчивается весь шаш. Она пишет «Омар Абишо бен Леви», говорит Абишо бен Леви. Это достаточно интересное место, потому что Абишо бен Леви единственный раз упоминается как автор «мешна». Обычно он является аморой, одним из ранних аморой. И вот есть одна «мешна», где он употребляется в шасе. «Омар Абишо бен Леви». «Атида Акодыш Барагу» – в будущем Всевышний. Ла анхиллы коль цадик, коль цадик. Каждому праведнику и праведнику подарит шлошмёт вэасарааламут. Даст ему наследство, даст навечно, 310 миров. Как сказано в книге Мишли, в восьмом перике, «Ла анхиль огавэ еш ваацратэйгам эмэле». Что Всевышний обещает дать им огавэй, тому, кому он любит, еш, ваацратэйгам и эти отцрот сокровищницы наполните. Еш, гематрия, числовое значение. Все знают, что любые буквы имеют числовое значение. Шин – это 300, ют – это 10, того – 310. Таким образом, Всевышний обещает дать им еш, то есть, что такое еш, 310 миров. И сказал Раби Шимон бен Халавта, говорит Раби Шимон бен Халавта, «Не нашёл Всевышний кли, инструмента, сосуда, который может выдержать броху, который даётся Исраэль, а только шалом, только мир. Как сказано, «Всевышний даёт силу своему народу и благословёт его шаломом миром». Мир – это то, что может выдержать эту броху, которую даёт Всевышний. Таким образом, последняя Мишина Шаса кончается этим пасуком из Мишли, который говорит, что что такое еш, еш – это 310 миров, которые получит каждый и каждый из стадики. Бартинора пишет на эту тему, что, секундочку, «Ган Хала», «Ган О» в «Каратруах», что это означает, что такое 310 миров, это «Ган О» и «Каратруах», то есть «Ган О», которое получит, так объясняет Рамбом. И Рамбом объясняет, что это миры, которые бесконечны, и у них нет никакого предела. Но любая душа, которая получит Алама Ба, она не пропадёт никогда, она останется навсегда. И это понятие еш. То есть Рамбом объясняет понятие еш – есть на русском. Это то, что это будет навсегда. Не совсем так, как Гаон, а то, что будет навсегда. Имеется в виду, что это мациют Тмиди, постоянный мациют, который не закончится. Потому что еш – с понятия есть – это мациют, в котором нет ничего, кроме этого. То есть, как будто бы он сказал, а Гавай, те, которые меня любят и которых я люблю, они получают этот мациют, они получают нормальное, стопроцентное существование. И нет мациют Амити, а только постоянство. Настоящий Эмет – это только постоянное существование. И это выводится из пасука Гадоль Гатаанук Альдерих Машаль. Например, секундочку. Я думаю, что то, что нам нужно, достаточно. Он ещё добавляет, что я хотел бы сказать смысл этой цифры, 310. На примере Мидраша, который говорит, что «Накева тисавев гевер». Есть такое высказывание в Мидраша, что в будущем мире Накева, дословно это женщина, самка, она будет окружать мужчину. Даже не знаю, надо ли в это входить, но так как то, что съёмтов это объясняет, в двух словах есть. Да нет, наверное, это не надо. Секунду. Есть такой закон, что дочка, которая наследует... Дочь не наследует. Там, где есть сын, не наследует дочка. Всегда наследство папы получает сына, а не дочка. Но дочке даётся десятая часть имущества в качестве приданной. Это одна десятая часть, которая даётся. Это не наследство, это не дуня. Называется иначе. У нас есть 70 народов мира, которые существуют в мире. Из них наследство получает только 7. Одна десятая. Они называются как бы десятая часть. Они народы мира, это как нуква. Но в будущем всё наследство будут получать все. То есть сегодня 70 народов мира, они получили в Эрицисройль наследство. 7 народов мира получают наследство в Эрицисройль. Они населяют Эрицисройль, это то, что в дальнейшем изменится. Но в дальнейшем, в будущем, всё наследство будет. Напротив этого сказано здесь слово, цифра 310. Что когда описывается то, как шла война в Эрицисройль, то названо 31 царь, который получил в наследство Эрицисройль. Из семи народов мира был 31 царь, который получили, завоевали Эрицисройль. Получается, что в будущем, поскольку сегодня только одна десятая часть наследства существует, то в будущем 31 умножить на 10 – это миспар, слово еш, которое означает 310 миров. И тогда понятно, что означает Леганхиль, получить наследство. И это то, что написано, что есть схара, есть нахала, есть награда, а есть получение наследства. Получение наследства – это не награда, это немножко другой атрибут. Я попытаюсь пояснить, что это значит, каким-то образом. Вначале надо попытаться разобраться, что такое еш и что такое эйна еш, о котором говорят и Мальбим, и Гаон. Что такое понятие существует и понятие не существует. Мы живем в мире Аламазе, который Гаон объяснил, что отличается от Аламаба двумя вещами. Первое. Аламазе, он конечен, каждый человек конечен, но в будущем каждый цадик будет бесконечен, он же будет жить Ла-Алам. Это первое, навсегда, это первое отличие. И сам Аламазе, он конечен, он когда-то кончится, Аламаба не кончится никогда. Это первое отличие, которое есть. И второе отличие, которое есть, это то, что в Аламазе мы видим иллюзию того, что мы хотим увидеть в основном. Как я уже приводил один раз пример, и приведу еще раз этот пример с Александром Македонским. Александр Македонский, который пошел воевать, и во время войны попал в землю, которая населялась в Мадинат Африка, которая населялась только женщинами. И он делал осаду этого города, и они ему прислали письмо. Я говорю, немножко короче, чем в прошлый раз, потому что мы относительно недавно вспоминали это о году, из Гемора Пхойрос, если я не ошибаюсь. Александр Македонский получает письмо, что если ты сейчас победишь нас, то тебя будут звать царем, который завоевал женщин, победил женщин. Если ты проиграешь, тебя будут звать царем, которого победили женщины. Македонский понял намек и отказывается воевать с этим городом, и уходит оттуда. Уходит к реке, и для того, чтобы кормить свое войско, он бросает засоленную рыбу, которую они хранили, для того, чтобы ей питаться. Ее надо было хорошо вымочить, потому что, чтобы она в пустыне во время жары не портилась в Африке, она была очень пересолена, и кушать ее в таком виде было невозможно. Они бросают ее в реку для того, чтобы немножко вымыть соль, и вот рыба начинает плыть, начинает плавать, оживает. И Македонский сказал, Шмамина, значит, видно, что это река, которая вытекает из Ганедена, место, из которого происходит Тхиаза Мейсен, воскрешение из мертвых. На самом деле, немножко позже, может быть, я коснусь того, что этот Ганеден – это и есть то, о чем говорит сейчас наш Ипсуким. Это и есть те самые Аламейеш, о которых идет речь, те миры, которые постоянно, всегда существуют. Поэтому из них рождается понятие Тхиаза Мейсен. И это понятие Тхиаза Мейсен рождается в виде росы, таль, какой-то воды, которая выпадает отсюда в наш мир. И когда она попадает в наш мир, то это та роса, которая Всевышний будет оживлять мертвых. Она так и называется таль. Поэтому в молитве Шманаэсера, когда мы молимся вторую броху и говорим «маши в гороху маридагешем» или «маридга таль», мы говорим «спускающие росу», то одна из каванод, не единственная кавана, основная кавана, понятно, что это дождь, который дает пропитание для того, чтобы трава росла, яблоки росли, помидоры, и нам было чего покушать и закусить в этом мире. Но и кроме этого есть еще одна вещь. Так же, как вода оживляет и дает жизнь помидору, который вырастает, и без дождя он засохнет и не вырастет, так же это тот таль, который является водой, которая дает жизнь тем, кто умер, и Всевышний поливает могилки людей определенным видом водой, той самой водой, которая текла из той реки, которую видел Александр Македонский, и из этой реки выпадает таль роса на всю землю, и оттуда этим талям Всевышний возрождает мертвых. Александр Македонский, увидев, что рыбы ожили, он сказал, что значит, что эта вода течет из Ганедена, потом немножко коснемся понятия Ганедена, пошел вдоль этой реки и дошел до ворот в Ганеден, и пытался тараном пробить эти ворота, и требовал, чтобы его пустили туда, чтобы зайти и получить то, что там дают. И появилась на воротах надпись «Зе шарлы ашемца диким его обо», это ворота Всевышнего, туда войдут праведники. В переводе на то, о чем мы сейчас говорим, это ворота в те самые 310 миров, куда войдут праведники, а не Александр Македонский. И что там за эти 310 миров? Македонскому не показали. Но что ему да, показали? Он сказал, я царь, мне что-то положено, тем не менее, раз мне показали, что рыба оживает в этой реке, раз я понял, что такое, так я замысел оживление из мертвого, тем не менее, я что-то должен выучить, какой-то урок из этого. И ему перекидывают через ворота, вот так сверху, выкидывается череп. Он берет этот череп, кладет на чашу весов, а на другую чашу весов кладет все золото и серебро, которое он успел завоевать в этом мире. И череп перевешивает всю эту чашу весов, он пытается выяснить, что это значит, спрашивает из своих советников, никто ничего не отвечает. Тогда он пришел на Хахме Исройль, мудрецам Израиля. И они сказали, возьми и насыпь песок в глаза этому черепу, в глазницы, глаз там уже не было. Он сыпет туда песок и тут же золото пересыпает, перевешивает этот череп. И мы с вами обсуждали, что это намек, не знаю, можно ли это назвать намек, просто прямым текстом говорит Агада о том, что все время, пока человек жив и что-то видит, ему всегда будет не хватать. И сколько бы золота и серебра у него не было, он всегда хочет больше. То, такого есть 100, хочет 200 и так далее. Это то, что мы видим в этом мире. И то, что мы видим в этом мире, для нас выглядит, надо понять, что это действительно так для нас выглядит. Мы это воспринимаем через глаза, мозг, сердце. Мы воспринимаем как то, что существует на самом деле. И попробуй объясни, что килограмм золота, который здесь лечит, или изумрудное колечко, или бриллиантовое жерель, я не знаю, что это иллюзия, его нет на самом деле. Это очень трудно не только объяснить, скажем прямо, это и понять тоже очень трудно. Поскольку, или какой-нибудь, я не знаю, какая-нибудь машина, Форд, я не помню, как она называется, Линкольн или Кадиллак, что этой машины нет, то это иллюзия того, что есть на самом деле. Такая вещь не воспринимается нами, потому что мы никогда ничего другого не видели и не можем увидеть. И вот здесь нам сказано, что это не называется мецеют, это иллюзия. А что такое мецеют? Нам покажут только тем, кто сможет ланхить. Ланхиль Аламей Еш. Это цифра 310, которая показывает, что 31 царь завоевал. То есть, я так понимаю, что Тоспас Кьемтов хочет сказать, что в этой иллюзии есть какая-то... Иллюзия не может быть стопроцентной иллюзией. Она из чего-то должна состоять. Она должна базироваться на чём-то, что существует. Эльцис Рой завоевали 31 царь. 31 царь, который завоевали, потому что у них был какой-то шиихут, какое-то отношение, поскольку это Эльцис Раэль вообще во всей земле нужно было каким-то образом... Понятно. Поэтому, когда эти цари описаны в Танахе, то это означает, что это одна десятая часть. То есть, иллюзия того, что есть на самом деле. А на самом деле этих царств, этих миров есть 310. Это и есть слово Еш, и они существуют на самом деле. А сюда они приходят как проекция какая-то некая для того, чтобы нам что-то показать и чему-то научить. Любая другая вещь, включая Мерседес и Кадиллак, это тоже чему-то нам должно научить. Вопрос, кто из этого учит. Но это от вопрос, это другой вопрос, ещё одна шиила. Так вот, Еш – это когда иллюзия кончается и начинается то, что существует на самом деле. Такой пример, который я люблю приводить, может быть, я его уже приводил, может нет, я не знаю. Фактически он практически приведён в Магарале. Это пример, который состоит в том, что человек, который находится в этом мире, в тот момент, когда он переходит в другой мир, то в этом мире он находится в мире, который называется Алма-де-Шикра, мир лжи, мир оболочек. И вот ему, когда он попадает в мир, который называется Алам-Эмет, мир истины, то это можно сравнить на примере с человеком, который попадает в какую-то абсолютно тёмную комнату, где вдруг включается яркий свет, и в этом свете есть только то, что есть на самом деле. И он видит, грубо говоря, много-много стеллажей, бесконечное количество стеллажей книг Торы, которые он учил, открывает, и в каждой книге он постигает то, что нельзя было постичь при жизни. И это Алам-Эмет, это Алам-Эйеш, который есть на самом деле. Другой человек попадает в ту же самую комнату, но при жизни он ничего не учил, он как был, так и остался, митцвот у него нету. И вот он попадает в комнату, которая состоит из заповедей, которые он учил, он делал и Тору, которые он учил. И там он открывает первый том, там пусто, второй том пусто, миллионный том пусто, и так он будет в этом Еш, он будет находиться всё время. Для него этот Алам-Еш, мир истины, мир существования, это окажется рейдер, вакуум, гейном. Для другого человека это окажется та Тора и те митцвот, из которых состоит на самом деле жизнь. Поэтому тот пресловутый кадиллак, который я взял, он может быть очень важной в этом мире вещь, как десятая часть того, что нужно в этом мире, потому что им с помощью него можно делать митцвот, можно ехать в то место, где будут производиться заповеди и так далее. Перевозить больных, я не знаю что, я могу придумать много-много вещей. И он может служить как средство для заработка, с помощью которого отделяется сдока и так далее. И тогда в нём есть элемент понятия «есть», одна десятая понятия Еш. Но в случае, если он использовался на 100% не для Еш, а для Айн, для того, чего нету на самом деле, то его таки нету и больше не будет. И это то, что происходит, это разница между понятиями Еш и понятиями нет. Окей. Поэтому Мишна, последняя Мишна трактата Укцин, последняя Мишна Шаса заканчивается тем, что человек, который посвятил свою жизнь Шасу, человек, который стал цадиком, то есть он посвятил Тойре всю свою жизнь, она кончается тем, что говорит, что ему обеспечены вот эти вот ламы Еш, которые он должен получить, их количество 310, и это то, что Еш на самом деле. Теперь вернёмся к Гаону. Следующая часть комментариев Гаона, она очень мало читабельна, попытаемся с ней разобраться, но в меру наших сил, которые, мягко говоря, скромные. Говорит Гаон, что понятие Еш – это сферот, хохма и бина. Верхние две сферы, хохма и бина. Есть кетер, но это две сферы, хохма и бина. Ацератейха мэмалэ, когда Шлома Мэлэ говорит, что Всевышний обещает, что все ваши ацерот, все ваши сокровищницы я заполню, это меда, которая называется, сфера, которая называется дат. И об этом сказано. Приводится пасук, который будет сказан Мишле ещё через несколько периков, в 24-м перике. Будет сказано, что дат говорит о том, что датом будут наполнены все комнаты, которые существуют. И все множество дорогое и приятное. Это 24-я глава, 4-е предложение. Не могу сказать, что там это намного более понятно, но давайте, тем не менее, попробуем коснуться того, как написано там. Там сказано так. Секундочку. Бэхохма и баны байт. Мудростью будет построен дом. Бэтвуна и тканэн. Акбиной он будет запланирован. Убэдаат хадарим и младу. Адаатом будут наполнены комнаты. Кольгон гекарвана им. Всё множество, которого много. Говорит Гаон там, в том месте. Он говорит, что есть три расшей и варимша, а вимша, хэн, нефиш, руах и нашама. Есть три органа тела, над которыми находятся нефиш, руах и нашама. Три части души, которые мы уже неоднократно обсуждали. И это гон екар на им. Это множество дорогого и приятного, которое указано в этом посудке. Это три моха, три части мозга, имеется в виду не только человека, а всех миров, которые находятся, Всевышний, через которые открывается Всевышний. Они три мохи, хохма, бина и даат. Это три раздела высших свирот, через которые открывается Творец. Даат, он включает в себя, секунду, все три. Поэтому есть три хадарим, в которых находятся нефиш, руах и нашама. То есть нефиш, руах и нашама, они раскрываются через свирудаат, они выходят в человека через свирудаат. И также есть три вида Торы, которые раскрываются. Это гон, екар и наим. Их три. Гон – это соответствует загав, золоту. Наим – это раф, пниним, это жемчужины. Екар – это клиекар. Гон тоже состоит из трёх. Нецех, выгод и так далее. То есть всё всегда расстраивается и переходит таким вот образом, о котором он говорит. Очень трудное место для объяснения. Но, чтобы как-то немножечко расшифровать его, внутри этих трёх видов свирот существует хохма и бина. Это верхний, даат – это нижний из этих трёх. Они три. И поэтому буква «шин», которая называется «шлошмиот», если «шлошмиот» и «асара», «шин» – это триста. Она вот такая вот буква с тремя ножками. Но те из вас, кто видели твилин, видели, что в твилин с одной стороны три, а с другой четыре ножки. И в комментарии Мишна Брура пишет, что с одной из сторон слева надо делать четыре ножки альпикабола. Не объясняет, что такое альпикабола. Здесь он немножко касается и объясняется этого. Что из дата, дата – это нижняя, как бы все свирот делятся на три и семь. Семь – это нижний свирот, называется медот, верхний и три называется мухин. Но из дата рождаются все нижние свирот, которые рождаются из двух направлений. В дате появляются два направления – это хэсет и дин. Это бесконечное добро и бесконечно строгий суд. И, соответственно, то, что посередине рождается. Поэтому дат, в нём находятся одновременно два направления. Поэтому буква «шин» с одной стороны тройная, с другой четверная, потому что к дату относятся они оба. И вот в дат дом строится хохмой и биной. Дом – это нижний уровень, который существует, уровень медот, уровень качеств, как в человеке, так и в раскрытии Творца. И они рождаются из атрибута, который называется дат, то есть из атрибута, который объединяет хохмой и биной, и из неё строится уже всё, что есть. Дом строится ими, но наполняется именно через дат. И это то, что здесь сказано, что хадарим им лауконгон и корывно. Это три раздела души, которые соответствуют нефиш-рох-нашама, о которых говорит Гаон в 24-м перике. Нефиш-рох-нашама – это нижняя душа, которая руководит двигательными функциями, животными, управлением животными функциями тела. Рох – это более высокая душа, которая руководит изучением Торы, деланием митцвод и так далее, разговором, речью. И нишама – это душа очень высокого уровня, не самого высокого, есть ещё две, но очень высокого уровня, которую невозможно испортить, и которая даёт к душу святость в те действия, которые делает человек своими митцвод. Если митцвод, двигательный митцвод, происходит альедей нефиш, посредством нефиш, который двигает тело и заставляет тело направить свои шаги туда, а не сюда, это свобода выбора. То рох – это то, что дебур, это сила дебура, сила речи, посредством лимутойра, посредством тфилы, посредством шма, все эти митцвод мы делаем посредством роха, я оговорился. Все говорительные митцвод, связанные с речью, делаются посредством роха, поэтому сказано «рох мимале», рох, который наполняет, это вот дебур, сила дебура человека. И многие митцвод, мы знаем, одни из самых серьёзных митцвод, делаются именно из дебура, например, «талмуд тойрак» и «нагед кулам», она говорится именно дебуром. То следующий, ещё более верхний уровень, они как бы участвуют в митцве, но сами не являются самостоятельной митцвой. Ещё страшного. Самостоятельной митцвой они не являются. Это нашама, которая руководит Махшовой мыслями и каваной. Каждая митцва, которая наполнена надлежащей каваной, это митцва много-много более высокого уровня, чем митцва сделанная без каваной. А в Альпии, несмотря на то, что митцва, сделанная с минимальной каваной, я хочу сделать митцва, это митцва, а идеальная кавана в делании митцвы, но когда митцва не сделана, это не митцва. Понятно. Поэтому, но кавана – это самое последнее, что должно быть у человека в действии митцва, но она выходит на самый высокий уровень, и она как бы дополняется нашамой, которая есть. И вот все эти три вещи исходят из даты, говорит Гаон Мивильна. Есть ещё две, которые мы знаем, Хая и Ехида, они уже из Бины и из Хохмы. И вот это две короны, которым обладает дат, которые наполняют, две короны, которые две буквы ши, которыми наполняется дом, и вот об этом сказано Ацратейгам и Малэ, что с помощью даты я наполню ваши Ацарот, и так далее. Дальше я не думаю, что правильно будет мне полностью объяснять, что хочет Гаон здесь сделать. Это немножечко тяжело сделать, поставить Дагеш на это, но просто чтобы немножечко Ацратейгам, это Ацрот. Понятие Ацрот, говорит Гаон, которым дат наполняет и заполняет, восполняет это, это соединение двух имён Всевышнего. Есть два имени Творца. Что это означает? Понятно, что когда мы говорим, на самом деле издатель решил, что вот это, и он справедливо решил, что эти части Гаона надо выделить другим шрифтом, курсивом, потому что это часть комментариев, которые являются в общем-то как-то с уклоном в кабалу. И это правильно. Но иногда суким совершенно невозможно понять без вот этого вот небольшого уклона туда или сюда в кабалу. Почему? Потому что что такое Ацратейгам и Малэ? Простой пшат, простое объяснение, что я наполню весь ваш Алла-Маба, все эти 310 миров, которые действительно существуют, я наполню сокровищами. Какими сокровищами? Золото-бриллиант, как в бриллиантовой руке у Никулина? Маловероятно, потому что это не называется еж. А что такое еж? Настоящая еж? Это ведь и есть соединение с мудростью Всевышнего. Это восполнение, соединение души человека в Алла-Маба с мудростью Всевышнего. Об этом идёт речь. Поэтому, что это означает? Он говорит так, что это восполнение, которое происходит на уровне каждого человека, связано с несколькими этапами. Но в основном, то, как он объясняет здесь. На самом деле, он переплёл два комментария вместе, они очень похожи, и сделал это очень на уровне Ремеза. Поэтому мне придётся либо не говорить на эту тему, либо расшифровывать очень подробно. Наверное, я выберу второе, но всё-таки до определённого предела. Внутри четырёхбуквенного имени Всевышнего, Юткей и Вавкей, оно состоит из двух частей. Юткей – это одна часть, Вавкей – это другая часть. Вавкей, оно как бы, не дай бог сказать, что это имя находится с изъяном, изъян в имени Всевышнего. Но любое имя – это то, как Всевышний влияет на мир. В буквах Юткей никакого изъяна нет, они совершенно, они соотносятся, они соответствуют Хохме и Бине, тем двум сферот, которые находятся настолько высоко, что никакой ноги чего-то, кроме души, 100%, там быть не может. Поэтому в них нет никакой проблемы. В других двух буквах Вавкей они немножко разделены, отделены. Поэтому те, кто видел Сидур, если бы здесь, ну ладно, неважно. В Сидурах во многих, не нужно, не нужно, Ария, не нужно. Во многих Сидурах перед Псакей Дезимрой, ещё перед какими-то вещами принято говорить. Спасибо. Извиняюсь. Здесь частично есть. Что такое объединение Всевышнего с Шихиной? Что такое объединение Всевышнего с Шихиной? Это один момент. И такие вещи мы говорим очень часто. Ради объединения Божественного Бри-Гу-Ушхиносы, Ле-Хэтшем Юткой и Вавкой, что объединились имена Юткой и Вавкой, чтобы составилось имя Всевышнего, чтобы оно стало цельным. Машмон, что сегодня в нашем состоянии каждый из наших митцвод объединяет эти две части имени. И вот он говорит, что Ацератейхам и Малэ – это значит, что я соединю два имени. В первую очередь, соединение Юткой и Вавкой, когда имя Юткой и Вавкой, которое – Ага, имя Всевышнего, самое основное имя Всевышнего, оно станет для нас проявлено в цельности, а сегодня эту цельность мы не можем ощутить. В частности, в то время, пока нету, когда есть Амалек на земле, Цергора каким-то образом влияет, оказывает свое влияние на земле, то есть Бгам и Зьян в имени Всевышнего, Киба и Холь. Это объединение, которое мы должны сделать. Объединение Шхене – это другое, это объединение Юткой и Вавкой с Экеем, но это разные немножко темы. И есть еще два имени. Полное имя Всевышнего – это Ютка и Вавка, объединенное с именем Элаким. Это объединение двух имен. Элаким – это имя, которое отражает… Есть 32 раза сказано слово Элаким в Маасебе Решит, в рассказе о творении мира. И вот объединение имени Гошема и имени Элаким – это то, что будет Ацрот, которые… Те Ацрот, которые будут, которые я наполню. И здесь есть намек. Ацратейхем он кончает не Ацрот, а Ацратейхем, написал. Ваш Ацрот. Они кончаются буквами Ют, Кей, Мем. И это концовка имени Элаким. Ацратейхем. Ваш Ацрот будет заполнен. Это концовка имени Элакима таким образом. Он намекает на то, что имя Элаким будет объединено с именем Гавайя, именем Всевышнего. И вот это то, что проявится в тот момент, когда мы получим Аламы. Мы. Те, кто получат Аламы Еш, те, кто получат эти миры, то в этот момент произойдет соединение. То есть посредством их это будет соединено, и они будут участвовать в этом соединении. Это и есть наполнение сокровищ, которые происходят Аль-Идей Ират-Шамайм и Аль-Идей Ахавадешем. При этом надо учесть, что Ахавадешем состоит... Меня заносит. Остановимся пока на этом. Двинемся. Следующий посуд, потому что здесь почти до конца перека достаточно трудная тема. На этом месте в Мишле стоит буква «П», которая означает, что как бы это псих, перерыв в середине головы. Следующий кусочек, он связан с прошлым, и одновременно он новый кусочек. Давайте прочитаем его несколько псуким, примерно 10 псуким, которые выделены как один кусочек. «Господь создал меня в начале пути своего, прежде созданий своих, изначально, от века избрана, чтобы править, от начала прежде бытия земли». Речь идет о хохме, о мудрости Тора. Мы понимаем, о чем идет речь, не забываем. «Я родилась, когда не было еще, даже бездны, источников полных вод. Я родилась, чем были погружены среди вод, горы, прежде холмов, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинах вселенной, когда он уготовил небеса, я там была, когда он проводил круговую черту на поверхности бездны, когда Всевышний утверждал облака на высоте, когда укреплял источники бездны, когда полагал для моря устав свой, чтобы вода не приступили его приказ, когда полагал основание земли». Этот кусочек, выделен двумя буквами, «пэй», это новый кусочек, который рассказывает об участии, я не знаю, как здесь можно объяснять, кроме как, в общем, Альпикабола, об участии сферы хохмы в творении мира, что хохмой был сотворен весь мир. Этот кусок, который рассказывает об этом. И если вы помните, для чего пришла вообще вся эта восьмая глава, она начинается словами «гала хохма текрава твунати тенкала», что хохма будет звать, а твуна подавать голос. Имеется в виду, что для того, чтобы каким-то образом можно было противостоять, противопоставить что-то Ецарь-Горе, с Ецарь-Горой, который Штейн-Ашим Занота, о которых мы всё время говорим, с ними невозможно справиться. Эл-Имкен, а только если мы подключаем к этому хохму. И теперь Шламамилык агитирует нас за хохму, и агитирует и говорит о том, что хохма была изначальной, это начальный замысел Всевышнего, и только с помощью этой хохмы Торы можно противостоять, что-то поставить против этой Ецарь-Горы. Теперь возвращаемся и читаем это, поскольку мы постепенно начнём с Мальбимом. Гошем Канани решит дарко кодом мифаломиаз. На русском он это перевёл так. Господь создал меня в начале своего пути, прежде создания своих с самого начала, с оттуда. Гошем Канани, Гошем создал меня, решит началом дарко своего пути, кедом, прежде, мифала, всех своих действий, миаз, из оттуда. Это дословный перевод. Теперь посмотрим, как объясняет Мальбим. Мальбим здесь, кстати, марих, агро, наоборот, очень микоцер, хотя, в общем, волей-неволей они идут по одному пути. Гошем создал меня как начало пути. Хохма – это цурат, форма всех миров. Форма всех миров, и человек, который понял, что это форма, что такое эта форма, постиг её, принял её и, соответственно, ей жил, он получает 310 миров, которые называются Еш, которые настоящие миры, вместо одного этого, которые называются иллюзией. Кулам на осу ваниткну, все эти миры были созданы, сделаны, построены, измерены, приготовлены в соответствии с законами Хохмы. И ей, этой Хохмы, и посредством неё, по её медот, по её размерам и по её строению, ни цтеиру, ни штехлулу, по нему были собраны и обозначены все миры от начала до конца. И время пути Всевышнего, его путь сначала решён, первый путь, он был, чтобы вывести, сделать какое-то создание из нуля, из ничего. Это Микавнабашем Дерих. Это называется здесь, по суки, понятием Дерих, дорога. Начальная дорога. Вот эта дорога – это создание Ешми Айн, что-то из ничего. Потому что с самого начала, Итгалут Рацона, когда раскрыто было желание Всевышнего, которое было всегда, то оно было в том, что Я извиняюсь, но у меня нет никакого выхода, Мальбим не нашёл другого способа объяснения. То Всевышний как бы сделал, я не знаю, как перевести, создал нельзя сказать, сделал нельзя сказать, Ейциль на иврите. Образовал мир Ацилус, который является Кадош. Баля-Лэшим пишет, что Ацилус – это Всевышний. Он называется, это некое сокрытие Всевышнего, некое преобразование, но это ещё Творец. Начиная ниже Ацилуса, это уже не Всевышний, это уже не Лакут, это уже Нефродим, Аламот-Нефродот – отделённые миры. Так вот, он Ейциль, вот этот Ацилус, в Шебоге Лод Рахим, и в ней он раскрыл свои пути, по которым он будет руководить, вести мир, Хеседом Гвурой, Медой Хесед, Медой Дин, Медотав Гагдошим, и Теме Медот Гагдошим, который называется Рахум, Ханун, Эрехепаим, Тиферет, он переводит все, доброта, милосердие, Тиферет, гармония. И Хохма – это всё пути, которыми Всевышний ведёт мир. Хохма – это первый из раскрытых путей, который был раскрыт, в мир Ацилус. То есть, из неё как бы образован мир Ацилус. Что Даркейган-Хага, что пути управления Всевышним, которые были созданы в Ацилусе изначально, они все скрыты. И они все скрыты, но созданы, образованы именно Хохмой, через законы этой Хохмы. И она была первой из них, Китаргумо, как переводят Таргуманкелос. Есть Таргуманкелос, который переводит книгу Берешит, Таргуманкелос, который был сказан ещё на горе Синай, дан на горе Синай, потом он исчез, и Анкелос-Гагер, племянник Титуса, он восстановил этот Таргум, и Береха-Кодыш, он был восстановлен, и это не просто комментарий, не просто перевод, и не просто комментарий Тора, это перевод, объяснение, которое дано на горе Синай. И там сказано, Берешит, Барай-Лаким, в начале сотворил Всевышний небо и землю, Анкелос переводит Бехохмоса, в мудрости, Хохмой сотворил Всевышний. После того, как были раскрыты пути Всевышний и Омидот, тогда он начал делать какие-то действия. То есть, изначально были, я не знаю, какое слово, на иврите слово гаециль, оно очень простое слово, сделал мироцилос, но я не знаю, как это перевести на русском, потому что такого глагола, от слова ацелут, нету глагола на русском языке по очень понятной причине. Надо быть анкелосом, тогда как-то можно образовать это слово, но я не могу. Так вот, после того, как произошло некоторое раскрытие этих медот, этих качеств, качества тоже плохие слова, связанных со Всевышним, с миром ацелусом, после этого началось действие этого мира ацелус, когда он действует дальше и образует те миры, которые мы частично можем понять, и они как-то можем говорить. Изначально родился первенец, первый сын, как Мальбин так аллегорически называет, этого мира ацелус, который называется Алам Кисе, мир Кисе Аковод, престол славы Всевышнего. Что такое престол Всевышнего? Это мир Брия, о котором мы тоже слабо понимаем, о чём идет речь. И он был, это Гангага, и это управление в этом мире, которое было создано, образовано, бэкдуше и тагара, как нужно вести себя во всех Аламод, как управлять всеми мирами, и это Илаким Юшефель Кисе Кадшо, мир Ацелус Илаким, он находится над этим Кисе, он сидит сверху, а через Кисе, через престол идет управление всеми мирами. И также эти действия, которые сделаны по, и они тоже были сделаны Альпиху Кейхохму, по законам Хохмы, что в это общая Гангага, она идет по тому, как указала Хохма, о которой сейчас говорим мы, Шлом Амелла говорит, и говорит, что в Хохме было создано абсолютно все. И она была кедом мифалаф, миасшеухаль епольвасек. С самого начала воздействия, воздействие называется образование Кисе, то есть образование мир Брия, а нефродиум, отделенное от Всевышнего мира, они называются поэлой, они называются действием Всевышнего. Все, что было до сих пор, это образование тех качеств, которыми он в дальнейшем будет действовать. И они неотделимы от Творца, поэтому это не действия Всевышнего, это выше, чем действия Всевышнего. Это часть его. Окей, понятно. Понятно, что часть меня и моё действие это немножко разделены. У меня есть рука, только не сравнивайте со Всевышним, когда я рукой передвигаю микрофон, я производю действие. Рука создана для того, чтобы передвигать какие-то вещи. Само передвижение – это действие. Рука – это часть человека. Когда мы говорим о Всевышнем, его качества, они неотъемлемы. Эти свироты – это часть Творца, они неотъемлемы. Но они как бы образованы внутри Творца для того, чтобы посредством их производить действия, которые будут уже в отделённых мирах. Окей, я как-то смог высказать это. Сейчас я немножко волнуюсь, когда я такие вещи говорю. Говорит следующий пасук. «Миалам нисахти мирошми кедмей гаретс». С самого начала, с отобразования мира, я нисахти, как это перевели они в русском переводе, от слова «насиха принцесса». Я становилась принцессой с самого начала, из кедмей гарет, из того, что предшествовали земле. Мальвим объясняет так. После этого, после того, как был образован мир кисе, то после этого были рождены светило, свет, даже не светило, больше, чем светило, именно свет, который называется мир ангелов. Образован мир ангелов, которые готовы для того, чтобы выполнять свой шлихут, свои воздействия, свою гангагу, своё управление, для того, чтобы лагания, я не знаю, как по-русски перевести, на иврите, современном иврите, слово «лагания мане» – это включить мотор, завести мотор, задействовать. Задействовать, но здесь это не двигатель. Ангелы были сделаны для того, чтобы задействовать все остальные силы, которые будут уже задействованы ими. Что тогда это начинает называться словом «мир». И это тот первичный свет, который был создан до небес и до земли, который Ор, не вдолем, Ор, который свет, который даёт просветление, понимание для отделённых частей от Всевышнего. И они были созданы тоже, и всё это было создано посредством закон Хохмы, которые были распространены во всём мире и в каждом мире в соответствии с тем, как этот мир должен управляться и вестись Всевышним. И об этом сказано «Миалам не сахте, с самого начала я был насихой, я была принцессой, с самого начала, ещё до земли». То есть «Баалам шина царкодам лаалам» – Асия – в том мире, который был создан до мира Асии, до мира действия, до мира, в котором мы видим своими глазами. Потому что ангелов большая часть из нас не видит своими глазами. Те, которые часто видят ангелов своими глазами, то надо обратиться к врачу. Но мы видим тот мир, который мы видим. То есть я вижу сейчас часы, микрофон, книгу и так далее. Так вот, когда этот мир Асия, до того, как он был создан, в котором находится земля, которая часть этого мира, уже до этого я был насихой, то есть я царствовала, для того, чтобы управлять и вести подарка и Хохма по законам Хохмы. Я думаю, что ещё одно предложение, у меня, конечно, некоторые цитнот, но ещё одно предложение переведём с Мальбима, потом посмотрим Гаона. «Бэйн хумот халалти бэйн майонот них бадэй майем». Ещё до того, как были бездны, я уже их наполняла, и ещё до того, как образовались источники воды. Майоноты – это источники воды. Говорит Мальбим. После этого появилась земля из понятия тогу. Земля была тогу-увогу. Мальбим фактически здесь немножечко даёт комментарий на первую главу Берешит, на то, как были созданы небо и земля. И тогда были четыре исадот, четыре основы, четыре элемента. Имеется в виду вода, воздух, огонь и прах, земля. Они были мюрбовим, яхот бы, хомер и юли. Они были перемешаны всё вместе в этом первичном хомере, в этом первичной материи, которой рамбан приводит греческое название, хомер и юли. Какой-то общий хомер, начальная точка, материал, из которого всё в дальнейшем было создано. Они не были разделены. И это были гумот левадан, это были бездны отдельные. И тогда, ещё до этих бездн, до этого всего, я уже была создана и называлась хохмой, и находилась над поверхностью вот этого тогу, вот этого несозданного мира Асии. И это называлось руах элаким мирахефет альпнеегамай. Что дух Всевышнего летает над поверхностным окном. Это дух Всевышнего, говорит Мальбим, это хохма, торы, хохма мудрости, о котором идёт речь. И даже после того, как они были перебраны, эти бездны, внутри вот этих источников воды, что вначале эти были мейдгом бездны, которые, они были перемешанными, вода с воздухом в этих безднах. Как сказано в объяснении Масса Берейшес, что тогда Всевышний, хохма Всевышнего, она сделала кав, она сделала кивун, направление, и мешкалот, и взвесила, какое количество и где должно быть. Установила пропорции. Я думаю, что я попытаюсь прочитать немножко Гаона на эту тему, хотя это совсем малочитабельно, честно сказать. Гаон говорит, что Всевышний Канони создал меня, установил меня началом своего пути. Здесь речь идёт о 32 направлениях, которые составлены в книге Берейшит. Берейшит – это и есть Рейшит, это хохма, это начало, то, с чего началось творение мира, не мира Асии, а всё, включая мира Ацилус. То, с чего это началось, это Рейшит, это хохма, и это начало, секунды, вряд ли вы знаете, что я хочу сейчас сказать, это не я, это Гаон, начало, которое обозначается 42-м буквенным именем Всевышнего, которое написано в книге Берейшит, Раша пишет, что он не знает, что это за имя, Раша в Геморе пишет, что он не знает, что это за имя из Мэмбэйта Тиот, а Робейну там приводят, что это в Тосвас, что это первые 42 буквы хумаша, это имя Всевышнего, которое начинается со слова Рейшит, вот это вот начало, это 32 буквы имени Всевышнего, я извиняюсь, 42 буквы имени Всевышнего, через которые раскрывается хохма, это отражение атрибута хохма Всевышнего, о котором идёт речь, и это 32 имени Элоким, которые есть в Маасебе Рейшис, которые названы, это 32 натива, 32 направления хохмы, которые каждый из них, если посмотреть, для чего он назван, можно увидеть, немножко намёк на то, в каком направлении надо двигаться, чтобы понять, в каком направлении это имя Элоким хохма идёт, и так далее. И есть, как мы знаем, 50 ворот бины, которые включены в 32 натива хохмы, о котором идёт речь, и это сказано, что Всевышний канони решит дарко, Всевышний создал меня, решит дарко, началом, началом своего пути, и это берешит Бара и Лаким, это вначале сотворил Всевышний. Как сказано, аин решит, это брия еш ми аин, творение что-то из ничего, это появление хохмы. Хохма – это еш, который уже ешь, но ещё совершенно непонятно, о чём идёт речь. Кодами фалаф ми ас губара, и это сот, дальше очень интересная вещь. Он пишет «кэдэм ми фалаф бара», он идёт по другому пути, чем мальбин, он касается другой вещи. У меня есть 34 минуты? Он говорит «кэдэм ми фалаф бара», до начала действия я была создана, ми ас с самого начала, он говорит «это понятие тшувы», это хохма, в которой заключено понятие тшувы, что из него всё создано. И приводится кусочек из Зохора, на который Гаон ссылается, но не приводит его. Зохор в комментарии на могила труд, вы знаете, что Зохор есть на разные места, в том числе на все книги Танаха есть кусочки из Зохора. Это Зохор, Кадаш, могила труд, если кто-то хочет посмотреть, «Маргельот даф пэйгэйо муталев», но там написано на арамейском, но, грубо говоря, речь идёт вот о чём. Что когда Всевышний хотел создать этот мир, то мир не мог устоять, он видел, что мир не может состоять, существовать до тех пор, пока не создана была тшува. Тшува была создана до творения мира. Как только была создана тшува, то свет, который заискрился и искрами посыпался из этого понятия тшува, этот свет начал светить от начала до конца всех миров, и только тогда можно было создать мир, только тогда мир мог существовать. Это комментарий Зохора, который он даёт на могилатрут, но, кстати сказать, не очень связанный с текстом. Могила очень часто, Зохор, которая привязывается к какому-то месту, и связь надо улавливать, чтобы смотреть. Само понятие рут – это тоже понятие тшувы. Сама суть рут – это тоже понятие тшувы, когда она отделяется от маава и идёт в сторону к душе. Корень – это тот же самый к душе, тот же самый тшува. Тшува возможна, в принципе тшува возможна, только когда человек каким-то образом касается замысла Всевышнего и понимает, для чего надо делать тшува. В противном случае тшува никак невозможна. Тшува – это возвращение от аверы, изменение состояния вещества. Она возможна, когда мы понимаем, для чего она возможна. В противном случае это нереально. А она рождается из хохмы. На самом деле она рождается, хохмам переходит бина и бина – это источник тшувы, но поскольку сама бина – это тоже производная из хохмы, как все остальные свирот, то хохма – понимание, я ещё не знаю, что хочет Всевышний, но понимание, что он что-то хочет, его мудрость как-то отразится, даёт возможность мне прилепиться, попытаться прилепиться к этой мудрости. И это то, почему против Ецархары помогает постижение мудрости Всевышнего. И это то, о чём сказано в Перке, вот «Эн Амхарец хасид». Амхарец не может стать хасидом, и Борни может быть ерехет, потому что не обладая каким-то пониманием мудрости Творца, мы не можем вернуться и так далее. Всего доброго, до новых встреч, до свидания.